Всем привет! Вчера заливал стяжку, сегодня ей нужно подрезать и сформировать порожек на границе напольного покрытия коридора и санузла. В моем случае это будет напольная плитка и кварцвинил. Они имеют разную толщину и нужно сделать так, чтобы перепада между напольными покрытиями не было. Подрезаю стяжку. Прошло 12 часов после заливки. Это самое то. Стяжку будет легко резать и те места, которые заливались в последнюю очередь, пока что можно продавить пальцем. На всякий случай, пока буду передвигаться по кускам фанеры. На правило лучше давить в тех местах, где находятся маяки. Если давить посередине, можно протереть стяжку ниже маяков. На этом этапе обустройства стяжки тщательно отрабатываются все примыкания, во избежание всяких неприятных косяков, от которых после застывания стяжки будет избавиться очень сложно или почти невозможно. Затем удаляю маяки. И нужно еще раз подрезать стяжку, так как рядом с маяками образуются небольшие наплывы. Штробы от маяков пропылесосить и забить. Так как стяжка свежая, предварительно смоченной штробы заполню только что срезанным раствором. Позже подрежу и накрою свежеразведенный цпс. Прочность материала в месте, где были штробы, покажу в конце видео. Для начала срежу демпферную ленту по уровню деревянного пола. Затем с помощью такого шаблона, выступ которого равен 12 мм, подрежу порог по высоте. Это нужно для того, чтобы напольная плитка на порожке была в один уровень с кварцвинилом коридора. Обратите внимание, что граница деревянного пола и порога из цпс находится в том месте, где будет располагаться дверное полотно. И металлический порожек на стыке двух напольных покрытий, соответственно, будет тоже находиться под дверью. И виден не будет. Затем приложу провило к стене и прочерчу линию перепада, который будет препятствовать вытеканию воды в коридор. Все, что находится за этой линией, удаляю. Кельма имеет углы 90 градусов, ей удобно формировать порог. Но работать надо аккуратно, не протирая стяжку. Почему же я решил сформировать порог с помощью подрезки, а не опалубки? Дело в том, что таким способом можно залить стяжку и порог одним днем. И он получается одним целым со стяжкой. В случае с опалубкой пришлось бы сначала залить порог, дать ему подсохнуть денек, потом заливать основную стяжку. То же самое проделываю со вторым порогом. На стены из гипсокартона наклеил деформационную ленту. Граница штукатурки и основание, на которую укладывалась стяжка, была кривая. На те горы ленту наклеить было невозможно. Поэтому прорезаю деформационный шов мастерком. Теперь вернусь к штробам. Подрезаю. Это штробы через 4 дня. Если прочность основной стяжки и штроб отличается, то настолько, что это не критично. Есть небольшие перепады не более 1-2 мм, чего вполне достаточно для укладки напольной плитки. Осталось полить стяжку и накрыть пленкой. Марочный набор прочности происходит через 28 суток. Через 2 недели стяжка наберет около 80% прочности. Пару недель ее помариную, а потом буду сушить. На этом все. Пишите комменты, кому было полезно лайк. Всем пока. Продолжение следует...